Всем салам! В общем, вы сегодня увидите действительно лютый бой. Это рубрика мысли топ игрока, и здесь действительно будет о чем поговорить. Мысли топ игрока это рубрика, где я комментирую свое каждое действие в бою и пытаюсь донести до вас, почему я поступаю так или иначе в бою. В общем, сегодня у нас на поиске дня ТВП в очень сложном бою, где я действительно затащил, как в старые добрые времена, благодаря своему скиллу. В общем, надеюсь на вашу отдачу в виде подписок, в виде лайков. Ребята, прямо сейчас это сделайте, пожалуйста, не забывайте. Ну, а мы начинаем. В общем, играю на ТВП на карте Руинберг. Поехал куда я? Ну, в абсолютно стандартную точку, которая позволяет тебе отстреливать зеленку и позволяет отстреливать людей, которые вот сюда вот поджимаются в центр. Я это сделал, дал две тысячи по 430-му, ну, плюс получил шот от концепта, который стоит в районе Мантикоры, где-то, где-то на зеленке. Барабан зародил, и я откатываю. Почему откатываю? Потому что вижу, что наш СТ-2 сдох. И Ёх там еще сдох. В общем, очевидно, что эти пацаны сейчас будут нагло на меня выезжать и убивать, если я оттуда не свалю. Но здесь мне везет. Опять же, я как бы свалил, и 780-ый сбил каток КПЗ. А КПЗ, видимо, ремку просрал и остался без боеукладки. С критованной боеукладкой. Ну, я любезно ему эту боеукладку добил. Нанес за один, высылал 1200 урона. Повезло. Не спорю, повезло очень сильно. Все, я зарядил барабан. Я вижу, что, ну, в центре есть там базик поджал. В центре там 430-ый. И концепт. Короче, хочу, хочу что-нибудь сделать. Как-то на них прокатить. Вот, вижу, появляется возможность. Выезжаю, неаккуратно выезжаю. Очень плохо выехал. За то, что плохо выехал. Получил, скорее всего, лишнего 430-ого. Потом плохой выстрел. Но добил все-таки концепта. Ну, в общем, разменялся. Разменялся не совсем в плюс. Но это нужно было делать, потому что с этого фланга надо валить. Здесь нет ничего хорошего. Меня убьют, если я не спалю. Я вижу, что бабаха смотрит вот эту улицу. Если бабаха смотрит эту улицу, значит, вражеская бабаха не может выехать и меня забрать. И я пользуюсь этим таким маневром. И валю. Валю, потому что, ну, валить надо. Там делать нечего. Мне нужно брать дистанцию. И с дистанции противников разваливать. У меня остается 900 хп, но уже маловато. Чтобы продолжать, как бы, вытаскивать сливной бой. Моя команда проигрывает на 6000 хп. Обратите внимание. На 6000. Все, я уехал на дистанцию. Дистанция до противников порядка 460 метров. А, нет. Вру. 520 метров до них. Вот. Я разряжаю барабан по базику. Первые два не пробил. Второй снаряд залетел с поджогом. Вот очередное везение в этом бою. По итогу, вместо 600 демеджа я ему снес порядка, сколько? 800. Ну, вот. Тысячу с лишним я ему дамага нанес. 1400, если быть точным. За барабан. Учитывая, что в этом барабане было два не пробития. Так. Я сейчас дожидаюсь, когда начнет ехать вперед какой-нибудь другой противник. 260-й поехал. Я по нему плохо выстроил раз. Плохо выстроил два. Выхвал яга. Повезло, что я ей хоть один раз разрядил тычечку и пробил. В общем, плохой барабан. Но ТВП это не тот танк, который хорошо попадает на дистанцию. Это только по вам ТВП хорошо на дистанции попадает. Особенно, когда вы на Элпахе катаетесь в Мансите. Вот согласитесь, ты хрен уедешь от ТВП без тычки. Даже если на ТВП играет самое-самое днищенское дно. Вот напишите в комменты, это так или нет. Вот, пожалуйста, я почитаю даже потом. Вот я на Монтикоре играю, на Ебре играю. Ребята, я от всех уйду. Только от ТВП я не уйду. На ТВП какие-то, блин, я гений играю. Бабаха отстрелялась, я это слышал. Выхожу, даю ей барабан. 1200 получила. Тут по мне прилетает от 260-го, жалко. Но, в принципе, я тут абсолютно точно спокоен. У меня есть вафля, которая, если что, впитает от Бабахи. Но главное, чтобы она сейчас забрала объекта 260. Все, она объекта 260 добила. И Бабаха также разорвилась по этому Вафентрагеру. И я остался в живых, благодаря Вафле. Все, я ее добиваю. Плюс моя союзная Бабаха справляется с Ягдпанзером Е100. И она мне облегчает жизнь. Все, я уезжаю. Сейчас начинается самая интересная стадия боя. Друзья, я надеюсь, вы запаслись попкорном, сухариками, кирешками, балтикой, девяткой. Короче, все, начинается вот та вещь, наверное, из-за которой вы меня смотрите. Я остаюсь один с Бабахой. Против нас порядка 4500 хп у противников. Концепт, 114 сп2 и мантикора с артой. В общем, я уезжаю на дистанцию. Я вижу, что моя союзная Бабаха спряталась в углублении на этой карте. И она засветит противников только в упор, только в ближнем бою. Бабаха молодец, она не сливается. Она забрала концепт, она сделала очень важные минусы. Я сейчас специально не высовывался, не чекался от мантикоры. Я ждал, когда мантикора высунется, подсветится. И в этот момент я был готов сразу выйти и раздавать по ней барабан. И все ровно так и получилось. Я продал союзную Бабаху взамен на убийство мантикоры. Если бы я подсветился раньше, мой план бы не сработал. И мантикора, вероятнее всего, уехала бы просто подсветившись. И как бы я потом ее убивал, я не знаю. Просто легкие танки, там настолько дисбалансный класс техники. Но вот что ты даже на игреской карте попробуй его найди на картонный ТВП. В общем, сейчас идея такова. Выйти на максимальную дистанцию, подловить ПТСА у противника на разъезде. Дать ей хотя бы одну-две тычки, сделать ее вшотной для моего барабана. И потом уже попытаться как-то развивать бой. Я никуда не уезжаю. Вот специально встал сюда, потому что, ну, понимаю, что если она на меня поедет, я ее засвечу на дистанцию, и у меня будет право первого выстрела. Получилось вообще идеально. Она поехала ко мне кормой, потому что искала меня и не нашла. И, по всей видимости, поехала на захват базы. И я ей дал три выстрела за барабан. У нее остается 600 хп, она мне на два выстрела. И я сразу вижу, что арта встала в захват. Что я делаю? Я откатываюсь максимально на дальнюю дистанцию. И пытаюсь уехать, пытаюсь уехать подальше, чтобы СПшка на меня не упоролась. Ну, так как у нее все-таки право первого выстрела. Она фуловая. Ну, я ваншотный для нее. Ну, в общем, у меня тут ничего хорошего в бою. Сейчас отдаю два блайнда, потому что, ну, могу предположить, что она стоит вот там. Но я не заметил, что она уже успела встать в захват. И таким образом, ну, мои блайнды, по сути, были бесполезные. Я знаю, что они в своем захвате. И уже у меня есть такое преимущество внезапности. Потому что, ну, они-то не знают, где я. А я знаю, где они. И у меня сейчас хитрый план. Приехать на балкончик вот этот имбовый. И дождаться, дождаться. Когда останется до конца боя несколько секунд. И на последнем тайминге выйти и попытаться что-либо сделать. Почему именно на последнем тайминге? Потому что, вероятнее всего, они будут считать, что я выйду где-то с противоположной стороны карты. Почему там? Потому что, ну, я долго не высовываюсь. Я долго-долго объезжаю. Ну, и, вероятнее всего, по логике вещей, вот эта китайская ПТХа должна быть сведена, ну, на другую точку, где я и должен выехать. Я выжитаю 10 секунд до конца боя, 8 секунд до конца боя. И сейчас главное не встретить ПТХу, которая будет смотреть на меня. ПТХа смотрит на меня. Это ужас. Это просто ужас. Но я даю ей шот. Она остается на одну тычку. Я тут же в засвете выезжаю. Ну, нет, подсвечиваюсь. И вот все. Тут же, сразу же выезжаю. И ищу Арту. Мне нужно забрать Арту за два выстрела. Все. Арту нашел. Личку дал. Вторую дал. У меня остался один страдь в барабане. Я его не кида, не скидываю. Я жду китайскую ПТХу. Я делаю вид, что, в принципе, у меня тут уже вроде бы как перезарядочка. Значит, не выезжайте на меня. Он подъехал, начинает очковать, не понимает, когда я или нет. И я в наглую выезжаю, пока он очкует, и забираю его. Все. Бой сделан. Хладнокровная, четкая победа. В принципе, все мысли топ-игрока я надеюсь, что до вас сумел донести. Друзья, обязательно не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Я напоминаю, что ежедневно там порядка 40% людей всегда смотрят мой канал без подписки. Поэтому проверьте. Если вдруг вы на канал не подписаны, то обязательно подпишитесь. Всем спасибо. Всем пока.